Всем привет, в этом видео я расскажу о диспетчере задач, о том как его запустить, о его функциях, о процессах и как ими управлять, а еще как вернуть диспетчер задач если он пропал или не запускается. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Диспетчер задач Windows 8 и 10 был полностью переработан по сравнению с более ранними версиями. Уже с выходом операционной системы Windows 8 в диспетчере задач можно было управлять автозагрузкой программ, посмотреть свой IP адрес и различные графики, управлять процессами и осуществлять их поиск в интернете, а также многое другое. Чтобы запустить диспетчер задач нужно нажать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete или Ctrl-Shift-Escape или же просто нажать правой кнопкой мыши по панели быстрого доступа или меню пуск и здесь открыть его. При первом запуске диспетчер может отображаться в сокращенном виде, где будут показаны только программы, запущенные текущим пользователем. Чтобы изменить вид на расширенный, нужно просто нажать здесь подробнее и он откроется в полном виде. В таком виде будет отображаться меню и набор вкладок. В первой вкладке «Процессы» вы увидите список всех запущенных и работающих процессов, приложений, фоновых процессов и процессов Windows. Процесс – это выполняющаяся в данный момент программа со всеми ее элементами – адресным пространством, глобальными переменными, регистрами, открытыми файлами и т.д. Напротив каждого из процессов вы увидите информацию о том, в каком объеме он использует ресурсы компьютера, а именно центральный процессор, оперативную память, жесткий диск и сеть. Это даст визуальную картину о том, какой из процессов сильно грузит систему и контролировать это. Если будет нужно, просто отключить его, выделив и нажав «Снять задачу» или нажав на нем правой кнопкой мыши. В открывшемся окне, помимо снятия задачи, вы увидите еще небольшой набор функций. Как видите, процесс можно развернуть и вы увидите, какая служба с ним связана. Открыть расположение файла, что удобно при обнаружении и удалении вирусов. Осуществить поиск информации о нем в интернете. Открыть свойства, где тоже можно получить некую информацию о нем и внести некоторые настройки. К примеру, настройки безопасности или решить проблемы совместимости. Еще здесь есть функция «Создать файл дампа процесса». Это сброс файл содержимого оперативной памяти, который относится к данному процессу. Выбрать отображение ресурсов в виде процентов или значений. Также, в этой вкладке еще есть возможность добавить дополнительные колонки. Нажав правой кнопкой мыши по одной из них и в открывшемся окне можно добавить тип, состояние, издатель и другие. В следующей вкладке «Производительность» предоставлена информация по использованию ресурсов компьютера в графическом виде. Здесь вы можете посмотреть эту информацию, нажав на интересующий элемент. Центральный процессор, оперативную память, диск или сеть. Открыв монитор ресурсов, получите более детальную информацию. Во вкладке «Журнал приложений» показано, когда и сколько работало то или иное приложение и сколько потребило ресурсов. Для отображения всех приложений нужно в параметрах установить отметку «Напротив показывать журнал для всех процессов». Следующая вкладка «Автозагрузка». В этой вкладке можно отключить ненужные приложения, чтобы они не загружались при старте операционной системы и не грузили ее. К примеру, вы не часто пользуетесь данной программой или не используете ее вовсе. В таком случае будет разумным отключить ее автозагрузку, просто выделив и нажав «Отключить». Если вы не знаете, за что отвечает данная программа, можете нажать правой кнопкой мыши по ней и поискать информацию в интернете. Во вкладке «Пользователи» вы увидите информацию о пользователях, которые используют данный компьютер. И если развернуть, откроется информация о запущенных ним процессах. Вы можете спросить, зачем вообще нужна такая вкладка. А дело в том, что злоумышленники могут подключаться к системе посредством вирусных скриптов. Если такой факт имеет место, то пользовательский раздел диспетчера задач отобразит подобные попытки. После этого вы сможете принять решение о проверке компьютера на вирусы. О том, как бороться с вирусами, смотрите в другом нашем видео. Ссылка будет в описании. Вкладка «Подробности» похожа на первую вкладку «Процессы», но с более расширенным функционалом по управлению процессами. Нажав правой кнопкой мыши по процессу, вы увидите снять задачу, о котором я уже говорил ранее. А «Завершить дерево процессов» завершает все процессы, связанные с ним. Задать приоритет процессу, что по сути понятно. А также задать сходство, что позволяет задействовать для выполнения не все ядра процессора, а лишь их часть. Анализ цепочки ожидания позволяет не снимать зависший процесс, а разгрузить его от задач. Виртуализация UAC перенаправляет запросы на запись информации в другие физические папки, не те, что адресованы из программного кода. Дамп памяти сбрасывает файл содержимое оперативной памяти, относящийся к данному процессу. Перейти к службам покажет связан ли данный процесс с конкретной службой. В результате откроется следующая вкладка службы. Эта вкладка представляет собой упрощенный вариант полноценного представления служб. Здесь также можно выполнять отключение некоторых компонентов, или перезагружать их. А если нужно перейти в расширенный режим, то просто кликните по ссылке в нижней части окна «Открыть службы». Теперь поговорим о меню диспетчера задачи. Оно состоит из трех вкладок «Файлы», «Параметры» и «Вид». Нажав на файл, есть возможность запустить новую задачу. Это может помочь, к примеру, когда каким-то образом пропал проводник. И чтобы его заново запустить, пишем здесь «Explorer.exe» и жмем «Ок», после чего он запустится. То же самое можно делать и при помощи клавиш Windows Plus R. А если при нажатии на «Запустить новую задачу» зажать клавишу Ctrl, запустится командная строка. На остальных пунктах меню останавливаться нет смысла, так как они достаточно понятны и не должны вызвать каких-то вопросов. В случае, если вы пытаетесь запустить диспетчер задач, но ничего не происходит или не можете найти его, чаще всего причиной этого могут быть вирусы, которые его отключают. Но также есть возможность, что он был отключен другим пользователем или системным администратором. Восстановить его можно несколькими способами. С помощью реестра и через редактор локальной групповой политики. Запускаем реестр, нажав сочетание клавиш Windows Plus R и в открывшемся окне пишем «Rec Edit». Далее переходим по следующему пути «HK», «Current User», «Software», «Microsoft», «Windows», «Current Version», «Policies», «System». Если такой раздел отсутствует, нужно будет его создать. В правой части нужно найти ключ реестра «Disable Task MGR» и изменить его значение на 0, если там стоит единица. Кликнув правой кнопкой мыши и нажав «Изменить». Закрываем реестр. Если диспетчер задач после этого все еще отключен, нужно перезагрузить компьютер. Для второго способа нужно запустить редактор локальной групповой политики, нажав по меню «Пуск», «Вести», «GPD.msc». Далее переходим по пути «Конфигурация пользователя», «Административные шаблоны», «Система», «Варианты действий» после нажатия «Ctrl-Alt-Delete» и открываем «Удалить диспетчер задач». Если задано значение включено, то диспетчер заблокирован. По умолчанию должно быть значение не задано. Меняем значение и нажимаем «Применить». Еще один способ его разблокировать с помощью командной строки. Запускаем ее от имени администратора и вводим следующую команду. А если у вас по каким-то причинам не запускается командная строка, можно создать BAT файл с этим кодом. Для этого просто нужно создать текстовый документ, вписать туда эту команду и сохранить. А затем изменить расширение файла с txt на BAT. Если расширение файла у вас не отображается, нажмите «Вид» и установите отметку напротив «Расширение имен файла». Далее этот файл просто нужно будет запустить и после перезагрузить компьютер. А если редактировать реестр вручную является сложной задачей, можно создать файл реестра. Для этого в том же текстовом документе пишем следующий код, «Сохраняем» и меняем расширение на рег. Далее запускаем его и перезагружаем систему, после чего сможете запустить диспетчер задач. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok